Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Если есть те, кто впервые у меня на канале, меня зовут Элла, и здесь у меня все про парфюмерию. И, дорогие мои, в общем-то, сегодня хочу затронуть тему, которая, наверное, близка всем, кто заказывал когда-либо ароматы вслепую, то есть когда ты очень ждал, в общем, может быть, даже очень-очень мечтал об этом аромате, но заказав его без затеста слепую, потом что-то пошло не так, носить ты его не можешь. В общем, у меня такие ароматы тоже есть, о них сегодня расскажу. Кому это интересно, будьте сегодня со мной. Кто не подписан на мой канал, если у вас есть желание, если вы тоже любите парфюмерию, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Всем всегда очень рада. Ну и, как обычно, устраивайтесь поудобнее и поехали! Ну и, друзья мои, тема в видео, как я уже сказала, сегодня не ароматы, которые буду восхвалять, восторгаться, а наоборот. Ароматы, заказанные мной вслепую, которые вот что-то не так, не могу носить. Почему? Сейчас скажу. И немножко хочу за это вступление сказать, что мне очень сложно не угодить вот то, что касается ароматов. Я всеядна в парфюмерии, я люблю разные направления. И, конечно, сегодня не будет каких-то бюджетных парфюмов, потому что им всегда в хозяйстве найдется применение. Сегодня я хочу сказать о ароматах действительно дорогих, которые были у меня в виш-листе, которые я заказывала, ждала, радовалась вместе с вами, когда мы делали распаковки. И вот сейчас, к сожалению, констатирую, что не могу их носить. И сделаю это видео по запросу. Меня просили рассказать о таких ароматах, я задумалась, потому что думаю, ну вот что. И все-таки такие у меня ароматы есть. Как я уже сказала, не будет бюджетных, люксовых тоже не будет, потому что люкс всегда можно потестить. Слепых за тест, ну как покупок у меня с люксом не бывает. Поэтому начну сдаваться так и сразу с первого аромата, довольно дорогого. У нас марка Мош очень дорогая. Аромат вот этот красавчик, фигмент мен. Это, да, парфюм мужской. Вот такая красивая коробочка, прям расписана каким-то жарплицами, вот этими синими, золотыми цветами. Мы делали не так давно, в общем-то, может быть, в осенью прошлого года распаковку. Я очень радовалась, что купила этот парфюм. Аж сотку. Сейчас давайте я буду быстро говорить, почему, что не сложилось. И, в общем-то, покажу вам вот этот красивый парфюм. Вот в этом таком цвета морской волны, такого зеркального даже, можно сказать. Вот видите, переливчатого зеркального цвета с градиентным таким от синего к какому-то бирюзовому. В общем-то, окрасы мне очень нравится флаконная муажь. Все дорого, богато. И вот этот аж сотка, как я уже сказала, как на слуне было пятидесятки. Вы знаете, этот аромат снимаю с производства, с производства также, как и женскую версию фигмент. Поэтому я его заказала по нотам. Мне вот хотелось иметь какой-то аромат, такой минорный с запахом земли. И здесь я вам говорила, вот эта земля, молекула гиасмина, передана великолепно. Вообще аромат вот этот фигмент мужской в красивом таком флаконе посвящение, я вам говорила, королевству бутан. Там высокогорному королевству, который где-то там на склонах Гималаев затеряно, малюсенькому. И цвет флакона не случайный, там растет вот этот очень редкий голубой мак. Я вам тоже выкладывала, поэтому именно такой цвет флакона. И поскольку высокогорная страна, ледники, которые все время тают, конечно же, вот эти холодные ручьи, которые текут с гор. И вот это звучание такой сырой холодной земли, я вам говорила, ноты здесь вот то, что мне нравится. Здесь и анималика красивая есть, анималистичные ноты я очень люблю. Вот эта земля, сырая земля передана великолепно. Нота герани холодной очень красиво читается в этом парфюме. И, конечно, я говорила вам, что меня не смущает то, что аромат мужской. У меня много мужских парфюмов, в общем-то, в коллекции, которые ношу сама. И когда мы его открывали, говорю, да, мне нравится этот парфюм. Говорила о своих ассоциациях, что мне он пахнет вот таким сырым подвалом, где лежит вот эта картошка с таким хорошим слоем земли на ней. То есть не плесень, а именно такой сырой подвальный запах. Вот эта земля холодная, вот эта небольшая такая сырость. Вот что-то такое в этом аромате я нисколько не отказываюсь. У меня эти ассоциации раз и остались. Может быть, они слишком сильные, потому что настолько этот аромат для меня пахнет вот этой сыростью именно вот этой подвальной картошки, как мне писали, вот этой картохи из подвала. И вы знаете, когда наношу на себя, я уже давно ароматы не рассматриваю как просто что-то вкусное, такое на что сделать комплимент, а именно как какую-то композицию. И вот этот аромат, я ему когда по задумке создала его Аник Минардо, парфюмера, которая не ожидала вот такой выходки, да, такого аромата, поскольку все ее работы в люксе, в других учеб-то низших марках такие довольно женственные, приятные парфюмы. И тут вот, мне кажется, Аник Минардо, она вызверилась вот на этом аромате. То есть так действительно пошла в разнос, создала вот такое что-то действительно низшего-нишего, настоящее низшее звучание. Конечно, на мужчине, может быть, он будет звучать по-другому, но я вот сколько раз его наносила, я, правда вам скажу, приходила домой, и мне хотелось его смыть. Во-первых, очень минорное звучание, во-вторых, вот этот подвал над тобой давлеет. И кто-то мне писал в комментариях, какой подвал, какая картошка, здесь красивая герань. Да, друзья мои, все зависит даже вот, я не знаю от чего, то есть иногда называешь и слышишь только сырую землю. Ну, а иногда, вот несколько раз называла, и вот это вот такая проникновенная холодная коркая герань. Но и вот эту вот холодную землю, которую я слышу, такую полуподвальную сырость, я тоже слышу, продолжаю слышать в этом аромате. Ну и вот эта красивая герань, она тоже слышна. И вы знаете, ну не могу на себе носить, вот стояла у меня долго, часто я к нему прикладывалась, но все-таки через какое-то время шла смывать. Более того, в Люзе мне как-то странно, потому что на меня как-то начинают коситься, вот когда в этом аромате. Ну и кроме того, конечно, мои близкие абсолютно его не приняли, просто в штыки, им абсолютно не нравится. Но честно вам скажу, вот этот аромат, поскольку это уже снятость, я подумала о том, чтобы избавиться, но, наверное, нет. Наверное, все-таки он у меня останется в коллекции, и я, в общем-то, избавляться не буду. Но вот то, что носить не могу, это я вам, в общем-то, рассказала, по какой причине, почему. И какое же звучание, вот это все-таки, все равно, как бы там ни было, но очень классно передано, вот это такая холодная, сырая земля, минорный аромат. Кому-то он, безусловно, нравится, и на мужчине, я думаю, тоже будет звучать красиво. А вот следующий парфюм, который тоже, это уже женский аромат, тоже снятость. Именно поэтому я когда-то заказала, была очень рада. Кстати, вот этот аромат у меня производство Aman, вот фигмент. Почему-то все знатоки Амуаш всегда радуются, когда производство Aman. Вот этот аромат, который я держу в руках, у бар, снятость, как я уже сказала, показываю в коробках. Вот ароматы Амуаш, не могу коробки все выбрасывать. Это производство United Kingdom, то есть в Великобритании произведен этот аромат. Давайте так, достанем флакон. Скажу, почему этот красивый парфюм, который тоже, когда пришел у меня в слепую, я тоже его заказала слепое, я просто была, я млела от его звучания. Вот даже сейчас из флакона мне он нравится. Вот этот красивущий, золотой, тоже такой сверху полупрозрачный, к низу с золотом флакон у бара. Я тоже говорила вам, что это богатейшая композиция в духе вот старых ароматов той школы парфюмерии, которую мы помним еще с давних времен. И богатейшая композиция, но если так опустить все, то это тоже можно знать, только цветочный шипр, очень красивое звучание, такого насыщенного медового жасмина. Если опустить остальные, я о других нотах тоже скажу. И вы знаете, вот мне нравилось, во-первых, посвящение вот этому золотому городу, Убару в Аравийской пустыне, о нем сложено вот как раз на востоке немало легенд, и называли еще, в общем-то, Атлантидой Песков этот город. И говорят, что в нем было настолько все красиво, все сияло золотом, вот с этим великолепным колоннами, что даже боги позаведовали красоте этого города Убара. И, в общем-то, разрушили его, буря обушевала 7 дней, 7 ночей, и город был до основания разрушен. Вот такая легенда об этом красивом, некогда процветавшем городе, в котором жили маги, в общем-то, люди, которые обладали каким-то особым даром. В общем, даже жители вот этого города были необычными людьми. В общем, легенд много об этом городе ходят, и аромат тоже красивый. Вот этот медовый жасмин. Вот не зря я выписала именно этого пирамиду ароматы, сейчас быстро вам скажу. Наверняка вот есть любители этого аромата, и я нисколько не умилляю красоту его звучания. Танжерин, апельсин, лист фиалки. Это старт, в общем-то. Еще интересная нота лицея кубеба. Я вам говорила, что это такой цветочек кустарника, ну, с кустарника. Тоже интересная нота. Это жасмин, яркий ланг-кланг, тубироза, ландыш, фрези и апельсиновый цвет. То есть, это вот не просто жасмин, а вот вся-вся вот эта белоцветочность. Вот все ноты белоцветочные самые красивые здесь собраны. И база. Черная амбра, капаху, бальзам, сандал, почули и ваниль. Вы знаете, вот есть у него некая такая, да, это не шипр, ну, или, по крайней мере, не классический шипр с дубовым хом, такое почуливое звучание в базе услышны. Но вот этот, или капаху, бальзам, или вот черная амбра, вы знаете, она обладает такой животной составляющей, дает мне какую-то на коже неприятную ноту. Вот, правда, я его наношу балдею, какое-то раскрытие, вот какие-то ноты мне нравятся, а в базе на моей коже этот аромат оседает, вот, знаете, какой, как подобрать слово, чтобы было элегантно звучало, вот, такой с засохшей уриной. Ну, я надеюсь, вы знаете, что это такое. Так вот, этот аромат в базе, вот, потом звучит, ну, просто ужасно, и мне тоже хочется бежать его смывать. Несколько раз просто были какие-то вот смущения, то есть я его надевала, пока шла, вот эти цветы раскрывались, мне очень нравилось, но вот потом уже под конец дня с меня вот доносился такой, знаете, ну, не очень приятный запах застарелой урины. Я не знаю, вот, мне тоже казалось, что у меня косились люди, мне хотелось его непременно смыть, и как-то было, знаете, так немножко неудобно. То есть не будешь же вот все время нанося этот аромат ходить с табличкой, друзья мои, что на мне просто шикарный, дорогой аромат, а не просто я там не добежала до туалета. В общем, я не знаю даже, ну, просто до смешного, но вот так. И меня смущает вот эта вот, вот эта база именно на моей коже. Не знаю, в чем дело. Напишите, любители Убара, как вот в базе ведет у вас этот парфюм. У меня он уже настоялся. Еще раз повторюсь, сердце красота неимоверная, но из-за базы вот не могу. Но избавляться от него тоже не буду, ни в коей мере, потому что это уже снятость, и говорят, что уже вообще трудно найти. У меня это пятидесяточка. Кто знает, может быть, что-то изменится, может быть, поменяется у меня пиаш кожи, может быть, не будет этой неприятной ноты. Ну, и, друзья мои, поскольку я говорила, что вот эти слепые ароматы заказаны, и не будет никаких бюджетных, люксовых марок, поэтому следующая марка, это еще одна любимая мною марка, Serge Lutance, тоже небюджетные парфюмы. И еще одна такая промашечка, аромат, аж сотку тоже отхватила. И тоже, когда рассказывала вам, в общем-то, ну, не сожалела об этой покупке. И аромат, который держу в руках вот эту сотку, видите, каким насыщенным цветом, от Serge Lutance, который называется Le Participe Passé, то есть причастие прошедшего времени. Все, как у Lutance, насыщенно, очень громко, вот со стартовых нот, много вот чего-то горючего, смолистости. В этом парфюме очень много и спецовых нот, и смолистых, и, в общем-то, вот этих непосредственно смол. Но если опустить пирамиду, которая тоже довольно обширная, я вам говорила, что этот аромат прекрасно вот для меня звучит какими-то горелыми орешками. Я вам говорила, что почему-то у меня горелы орешки кешью. Кажется, что как будто их на сковородке пожарили, и они вот подгорели. Если вы, наверное, поджарите и подгорит грецкий орех, то, мне кажется, такой же будет аромат. Вот именно вот это масло, чуть подгоревшее, ореховое, ни с чем не спутаешь. То есть здесь не скажешь, что здесь вот это вот горелость, это что-то другое подгорело. Мясо там или какие-то там другие продукты, вот именно вот это масло какое-то ореховое горело. И я вам говорила, что вряд ли желающий пахнуть таким горелыми орешками, а мне нравится. Вот пока я тестила, не тестила, а вот когда-то давно у меня была возможность так мимолетно с ним познакомиться. И мне показалось, что мне он понравился. Но покупка была уже прошло много лет, вот именно вслепую я его заказала. Думаю, когда-то мне показалось, что норм. И я его заказала. И когда я открыла, вот опять я вспомнила про эти орешки. И пару дней я вот тут прыгала вокруг него в таком, ну, не в восторге, но в общем мне нравилось. Но вы знаете, я очень устаю от него, причем вот это такое назойливое монотонное звучание. Как вот утро нанес, и вот до самого вечера вот эти горелые орешки у тебя под носом настолько ярко, назойливо, что от них устаешь, у меня просто начинает даже болеть голова. Мне тоже хочется смыть этот аромат. Видите, он мало отпит, потому что я его вот буквально первые дни поносила, потом вот отставила, потому что не могу. И вот эту сотку мне жалко, конечно, полностью. Вот пятидесятка была, я бы, наверное, ее оставила. Но вот эту сотку, возможно, даже буду пристраивать. Может быть, себе отпшикаю маленький отливанчик, чтобы была у меня вот эта вот возможность иногда даже из флакона вот обонять эти горелые орешки. От лютанса, как я уже вам говорила. Но, а саму эту сутку, наверное, все-таки нет. Наверное, мы с ней расстанемся. Но, как говорится, с ароматами я очень сложно расстанемся, поэтому не знаю. Ну, и еще один аромат от лютанса тоже недавно буквально мы с вами открывали. Это лимитка, у которой я очень радовалась. Орфелин от лютанса. Вот в этом флаконе, вот с этой утрированной, я вам говорила, как-то вычурно одетой, такой с острыми углами платье женщина, которая держит эту балерину как марионетку. Это лимитная версия орфелин, то есть сиротки. И я тоже вот это слепую заказывала, хотя обычная сиротка у меня есть. Я вам тоже показывала, когда мы делали распаковку. Обычная сиротка тоже, она весь отпита, но не сильно. Именно аромат, я вам говорила, вот орфелин сиротка, это в духе лютанса. Тоже очень минорный, с грустинкой аромат. И лимитку я заказала, я вам говорила, только потому, что в отличие от обычной сиротки, здесь была добавлена еще нота касториума. Я люблю животные ноты и цибетин, и касториум. Я думала, что что-то другое я в нем услышу. Ну и поскольку лимиток у меня до этого не было от лютанса, думаю, куплю себе вот эту сиротку у лимитированной версии. Но оказалось, что эта сиротка пахнет точно так же, как и та, что у меня уже есть. То есть вот эта обычная. И поэтому получилось, что у меня два флакона, вот пахнущие одинаково. Абсолютно. И честно вам скажу, поскольку начала вот, когда взяла лимитку, активно носить, не совсем мое. Я вам говорила, что этот аромат навевает на меня такую, пусть даже светлую, но груз. Он меня не в депрессию, ни в коем мере не хочу сказать. Я люблю в нем, конечно, погрустить, но все должно быть в меру. То есть не так часто я ношу. И поэтому небольшое сожаление, что как бы один аромат, который у меня за глаза хватило, в общем-то, 50-ки, купила как бы дубль. Вот в этом, наверное, сожаление. Но ни в коем мере, что вот я промахнулась. Этот аромат я ношу, пусть редко, но и буду носить. Но, в общем, наверное, если буду продавать, то, конечно, оставлю себе лимитку. А вот эту вот сиротку обычную, может быть, продам. Потому что вот этих 50 мл мне хватит за глаза, когда хочется вот так ощутить светлую груз. Я вам говорила, что в нотах только ладан и мускус. А вот в этой лимитке был заявлен еще кастуриум. То есть всего три ноты. И звучание такое прекрасное, очень нежное, не совсем церковный ладан. С тонким мускусом, не свербящим, а вот таким тоже светлым. И поэтому светлая груз, я вам говорила. И вообще он очень созвучен, мне кажется, вот этой концепцией лютанца, которую, я вам говорила, лютанца для меня это вообще что-то, мир парфюмерии, а духотворенные, это не просто ароматы, а именно концепция, то, что маэстро хочет нам рассказать. И я вам рассказывала, когда его историю о его детстве, он такой полусирота, в общем-то был незаконно рожденным ребенком. И мать его очень рано отдала на воспитание родственникам. Он ее мало видел, ну и, в общем-то, осталось у него и обиды на мать, и вот это вот такое полустиротливое детство, такое щемящая грусть, которую он в своих ароматах выражает. Вот сиротка арфелин, это аромат однозначно вот этим выраженным, вот этим детским таким чувством обиды, какой-то вот горечи, грусти. И он вот такой по звучанию. Но все равно его я, не то чтобы это мой любимчик, но я его ношу, просто показала вам, ошиблась, то, что можно было эту лимитку не брать, поскольку у меня уже точно такой аромат есть. Но это, в общем-то, как раз вот четыре ароматы, которые я вам хотела показать, то, что вот, ну, в общем-то, брала вслепую. И вот что-то вот меня не устраивает. Дорогие ароматы, но не ношу. Поэтому, друзья мои, всего четыре, я уже вам сказала, нет у меня ароматов, люблю все свои ароматы, даже эти вряд ли они куда-то уйдут, потому что мои ароматы я все-все очень люблю. Но, тем не менее, бывает, как говорится, на старуху бывает проруха, вслепую заказные ароматы не всегда то, что ты ждешь. Пишите в комментариях, какие у вас вот такие есть проколы, что вслепую заказали, очень ждали, хотели, но что-то пошло не так. Буду рада обратной связи, если что-то из этого видео вам понравилось, ставьте лайк, мне всегда это очень приятно. А мы с вами увидимся очень скоро в моих новых видео, поэтому надолго не прощаюсь. Всего вам самого замечательного, всем пока, мои дорогие.